Кудорское ущелье. В октябре 2001 года этот красивейший уголок Абхазии стал территорией необъявленной войны. Еще в начале августа военные разведчики Минобороны Абхазии получили оперативную информацию о встречах грузинских силовиков с чеченскими боевиками, находившимися в Панкистском ущелье Грузии. В планах у террористов был выход на территорию нашей страны. А после замышлялось участие вооруженных сил Грузии. Их должны были перебросить по воздуху. Но, к счастью, этого не произошло. Мы выяснили, что проговаривался вопрос о выводе этих боевиков с Панкистского ущелья, что они войдут на территорию Абхазии. Курировал этот вопрос лично президент Республики Грузия. Он собирался в силовиков, он ставил им задачи. В том числе он приглашал своего представителя в Кадорском ущелье и поставил задачу о том, что он должен был этих людей сопровождать. И его представитель с первого до последнего дня находился вместе с этими подразделениями. Затем, в результате уже более подробной информации, мы узнали о целях этой группы, кто возглавляет эту группу. Оказалось, что группу численностью порядка 800 человек возглавлял в прошлом участник отечественной войны в Абхазии. Один из добровольцев, полевых командиров – это Гилаев, Шланг Гилаев. 20 лет назад Гарри Купалба был в числе офицеров Министерства обороны Абхазии, которые были задействованы в операции по уничтожению вооруженных бандитов. В конце сентября боевики на автомобилях Министерства обороны Грузии были доставлены в верхнюю часть Кудорского ущелья, которая на тот момент находилась под юрисдикцией грузинской стороны. Тем временем в вооруженных силах Абхазии была объявлена повышенная боевая готовность, а по республике – общая мобилизация. Множество людей встали, чтобы дать отпор боевикам, угрожавшим безопасности нашей страны. В первый же день в верхней части населенного пункта Георгиевка, это с 1 на 2 октября 2001 года, к нам пришел один из резервистов и сказал о том, что в верхней части находится большая группа вооруженных людей, что они захватили абхазских ополченцев. И эта группа, потом мы выяснили, конечно, уже попозже, это была группа уничтожена, 5 человек ими были убиты. Погиб в первый практический день, погиб начальник штаба Геройский, Аринахин. Практически была объявлена полная мобилизация. Те резервные подразделения Сухумского, Гульрибского и других районов были поставлены им задачей. Многие военные в прошлом, которые были в руководстве Министерства обороны, независимо от того, они находились в этот период времени уже в отставке, но они тоже с оружием в руках встали на защиту своей Родины. Это я имею в виду в тот период времени, это и Дебар Сергей Платонович. В районе горы «Сахарная голова» бандиты разбили базовый лагерь. 8 октября над Кудором был сбит вертолет с международными наблюдателями ООН. 9 человек, находившихся на борту, погибли. Эта миссия военных наблюдателей международная, она запросила разрешение на полет в тот район, так как им нужно было уточнить какие-то действия этих людей, визуально убедиться, что они есть или нет. Тогда сказали, что лететь в этот район очень опасно, что вероятность того, что собьют вертолет. У нас даже в журналах это записано, но вертолет полетел, и вот эти террористы, которые находились в этот период, сбили данный вертолет, и погибло большое количество людей. К середине октября отряды боевиков были разгромлены и вынуждены отступили. Среди тех, кто участвовал в операции по освобождению Кудорского ущелья и не пощадил жизни, офицер вооруженных сил Абхазии Денуар Асланзия. В тот период он фактически командовал передовым отрядом. Денуар вместе со своим родственником, со своим Шурином, они вышли в разведку, хотя это не их задача была. Попали в засаду, были убиты. Позже указом президента ему было присвоено высокое почетное звание Героя Республики Абхазия. В ходе осенней операции по освобождению Кудорского ущелья погибло 30 человек, 9 было ранено. Тот факт, что к их гибели причастны бандиты, руководимые бывшим добровольцем в Отечественной войне народа Абхазии, Русланом Гилаевым, у наших бойцов вызывал сожаление. Мы не ожидали, что Гилаев, тот человек, который среди добровольцев защищал Абхазию, может прийти сюда. Грузинская сторона вынашивала цель, что на плечах гилаевцев они смогут войти на территорию. Если гилаевцы там разобьют успех, то в этом случае развязать большую войну и захватить Абхазию. Но у них, конечно, это не получилось. В тот период каждый вечер грузинское телевидение рассказывало об успехах гилаевцев. В результате боестолкновений мы взяли более 10 человек в плен. Я вот лично разговаривал с некоторыми пленными, и в разговоре они говорили о том, что они вообще не знали, что они находятся на территории Абхазии. Им говорили о том, что мы, вы должны пойти на территорию Российской Федерации, и плохо говорили по-русски, и говорили, что мы совершаем джихад. Джихад против русских, которые воюют с чеченцами. Это была их позиция. Я уверен в том, что их на самом деле, наверное, и обманывали. Кто-то, наверное, кому-то проплатил, и в конечном итоге мы смогли на том этапе вытеснить их с нашей территории. Позже, в 2006 году, Грузия снова введет свои войска в верхнюю часть Кодорского ущелья. И только спустя два года, в августе 2008 года, абхазская армия окончательно освободит эту часть страны. Эсма Голанзе, Гинала Гухава, Абхазское телевидение.